Привет, с вами Артём Камалятов, и сейчас мы поговорим о главных и хороших новостях из мира видеоигр. Компания Sony под видом консоли PS4 сделала настоящий ад для перфекциониста. Граждане-унбоксеры сообщают, что новая приставка не может нормально стоять на абсолютно ровной поверхности. Дожили. Портал Giant Bomb, распаковывая новенькую PS4, заметил одну раздражающую особенность приставки. Она шатается в горизонтальном положении, если надавить на один из углов консоли. То есть у PS4 и кухонного стола с подпиленной ножкой есть как минимум одно очевидное сходство. Вы можете подумать, что мы придираемся, но серьезно, такая мелочь для next-gen приставки, нацеленной на революцию в игровой индустрии, это вообще не окей. Но отставить панику. Портал Kotaku нашел отличное решение этой проблемы. Смотрим. Спасибо, Kotaku. Отличная работа. Если вас вдруг угораздило нелегально скачать Football Manager 2013, то у нас для вас плохие новости. За вами уже выехали. Геймдиректор Football Manager 2013 Майлз Джейкобсон на выступлении в рамках London Games Conference 2013 сделал зловещее заявление. По его словам, около 10 миллионов игроков скачали игру нелегально. Откуда разработчики это знают? Хе-хе. Тут-то самое интересное. Дело в том, что самый популярный крэк к игре содержал Деру, которая позволила Sports Interactive получить IP каждого недобросовестного пользователя, что решил утянуть Football Manager сторентов. То есть, да, большой брат следит за вами, и ему очень не нравится ваше поведение. Впрочем, не волнуйтесь, наказывать никого не будут. Вместо того, чтобы сыпать угрозами и плакаться о потерянных деньгах, Джейкобсон поделился забавной пиратской статистикой. Так, больше всего Football Manager 2013 пиратели-китайцы. На них приходится больше трех миллионов нелегальных загрузок. Затем идет Турция, Португалия и... В общем, любопытно, что один пират проживает в Ватикане. Уж не римский ли папа? Мы призываем вас честно платить за игры, а не скачивать их нелегально. А если и скачиваете, то хотя бы не палитесь, ну. И да, вот еще две маленькие новости, которые вы обязательно должны знать. Переиздание легендарной RPG Baldur's Gate 2 появится на ваших компьютерах уже завтра. Enhanced Edition также должно выйти на планшетах, но позже, пока только на Mac и PC. Хидео Кодзима, создатель сериала Metal Gear, пообещал мозговзрывающие новости о Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes и The Phantom Pain. Это как-то связано с PS4, но как именно, будет известно лишь в ближайшие дни. Мы бдим и ждем. И последнее. На распрекрасном сайте GOG.com сейчас проходит бешеная распродажа всего лучшего. В рамках акции Fall Insomnia Sale на сайте раздает ключи для Steam-версий отличных игр чуть ли не даром. Организаторы хотят избавиться от тянущих карманы ключей как можно скорее, и это ваша святая обязанность им помочь. Игры с урезанной ценой постоянно меняются, так как наиболее выгодные предложения очень быстро заканчиваются. Так что бегом на GOG.com и не жалейте клавишу F5. На этом с новостями все. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал на YouTube и не забывайте навещать нас почаще, потому что мы вас все очень любим. До скорого.